Всем привет! С вами Арсен Кипера. Как всегда, у нас есть много интересного и полезного для вас. Если вы меломан и следите за всеми новинками из мира шоу-бизнеса и музыки, то вы не имеете права это все пропустить. Ньюсбокс в эфире! Айза и Гуф снова вместе, а Крафс посвящает песне своей девушке и эксклюзивные кадры со свадьбы Виктории Дайнека. Какой новый клип сняли музыканты из А-студия? Самое интересное об этом и не только, узнайте через несколько секунд в новом выпуске Ньюсбокс. О том, где живет этот парень, знают, кажется, все. Человек, продвигающий московский район Красная Пресня, дал большой концерт в столице. Да-да, я говорю о Крафсе. Рэпер исполнил несколько треков с будущего альбома и рассказал нашему корреспонденту о том, как обстоят у него дела на личном фронте. Ведь, как известно, это и движет творческим процессом многих авторов-исполнителей. Но не только к нему за закрытую дверь удалось заглянуть Виктории Гончаровой. О чем я? Поймете все, посмотрев наш следующий сюжет. Этот парень стреляет нередко и всегда метко. В копилке у Крафца уже немало хитов и даже собственный лейбл. Правда, несмотря на все это, рэперы называют Пашей с Красной Пресни. А в его инстаграме и не пахнет красивой рэперской жизнью. Но на деле все не так-то просто. Все у нас очень крутое. Тачки на парковках, девушки на диванчиках. Я увидел очень много красивых девушек. Из-за места цепи он носит пресни-фэмили, я знаю, значок. Зачок. Кстати, о фэмили жены у Крафца пока еще нет. Говорит, что с ним нелегко. А вот девушку у рэпера, конечно же, имеется. Ей отчасти и посвящен крайний трек «Счастлив, что встретил тебя». И пускай до свадьбы еще далеко, четкие представления о супруге у Паши уже есть. Какая она должна быть? Осознанная. Желательно, чтобы чем-нибудь занималась и прошла какой-то свой маленький путь и увлекалась чем-нибудь. Кроме меня или телефона. На большом московском концерте Крафт презентовал несколько треков с готовящегося альбома. Но, как оказалось, времени у парня хватает не только на тексты. Не так давно Паша подался в актера, а теперь уже и в сценаристы метит. Сейчас свой первый сценарий начал писать, поэтому интересно, как все обернется. Сценарий к чему? К кино полнометражному. К кино полнометражному? Да. Одним из первых на фильм Крафтса побегут его близкие друзья Айза и Гуф. Причем места у них будут, скорее всего, для поцелуев. Да-да, Инстаграм не врет, они снова вместе. Мы вместе, да, и я думаю, что в этот раз все будет намного лучше, проще. Мудрости нам всем в голову, терпение, и я думаю, что все будет супер. Наш телеканал искренне на это надеется и поздравляет возлюбленных. Ну а от Крафтса остается лишь ждать выхода нового альбома и дебютного фильма. В любом случае, новинки уже не за горами. Чего только не говорили об их романе. Кто-то верил в искренние отношения, а кто-то обвинял возлюбленного Дайнека в любви по расчету. Но, вопреки слухам и семилетней разнице в возрасте, они все-таки поженились. Заявления в ЗАГС Дима и Вика подали еще в конце февраля. А вот само торжество произошло на днях. Подробности самого свадебного репортажа смотрите прямо сейчас. Телетелетеста женились наконец-то. Певица Виктория Дайнека и барабанщик Дмитрий Клейман связали себя узами брака. Ни разница в возрасте, ни слухи о том, что это очередной пиар не сломили возлюбленных. Напротив, свадьбу они устроили скоропостижно ровно через месяц после предложения. Да что-то как-то, мне кажется, ничего не изменилось. Наши отношения по-прежнему те же самые. Единственное, что у нас, конечно, колечки прибавились симпатичные, вот, и это классно. Я считаю, что это идеально. Он стучит, она поет. Пипец. Прям с утра встали и начали. Свадьбу сыграли, что называется, на широкую ногу. Посетили красную дорожку, расставили именные указатели, пригласили добрую половину российского шоу-биза. А приправить все это решили представителями главных СМИ страны. Последние, кстати, звездные коллеги совсем не оценили. Таким образом хотят подогреть интерес к своим интересным персонам. Но я считаю, что вас могли пустить, накормить, напоить, обогреть, обогреть и что-нибудь вам показать. Зачем журналисты нужны на свадьбе, которых не пускают внутрь? Я считаю, что это полная хрень. Мне кажется, о моей свадьбе никто никогда не узнает. Я сделаю это вообще тайком. А почему? Мне кажется, это такой личный момент. А вот семья Клейманов так не считает. Выставив на всеобщее обозрение свое счастье, они тщательно скрывают, куда отправиться в медовый месяц. Но, судя по их виш-листу, путешествие это будет не из дешевых. Я помню, что последнее, что там было на этом листе, был красный форт. Почему форт? Вот для меня, да. По-моему, форт. Даже квартиру они себе желают. Ну, а почему нет? Квартира в очень хорошем доме. Я мечтаю об этом доме. Он находится в моем районе. Да, это новый, очень дорогой дом. И я желаю, что мы эту квартиру им подарили. Потому что находятся люди, которые это делают безвозмездно. Получили молодожены все заказанное или нет, неизвестно. Ясно лишь одно, что теперь в отечественном шоу-бизнесе на одну счастливую семью больше. Так что остается лишь ждать пополнения рядов звездных мамочек. А студию рук не опускают. В прошедшие выходные музыканты активно трудились над созданием нового клипа. О том, что на этот раз предстоит увидеть зрителям, узнаем в следующем сюжете. Минимализм в каждой детали. Группа А-студио попробовала себя в качестве режиссеров собственного клипа. Главной его особенностью станет изысканная простота черно-белых деталей. Внести новаторство такое. Немножко легкую такую крэзи. И, в общем, нам самим интересно, что из этого получится. Потому что мы не хотим снимать стандартный ролик, которыми заполнены все эфиры. Поэтому мы хотим что-то такое эдакое сделать. Так, это выпидринца. 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 Вот так. Быть режиссером собственного клипа – дело непростое. Хотя за годы своей творческой карьеры музыканты уже успели обучиться этому мастерству. К тому же на съемках их поддерживал маленький помощник. Правда, пока делал он это, сидя в мамином животике. Пока что не тяжело. Но вот когда надо останавливаться и общаться с журналистами, становится тяжело. Потому что хочется... Как не тяжело? Мне тяжело. Я смотрю на тебя. Как ты... Ну, вот видишь... Тяжко. Но что делать? Приходится работать. Зато уже совсем скоро свет увидит новый клип, который обязательно понравится поклонникам. Ведь классика минимализма всегда в моде. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Не забывайте заходить в наши официальные группы ВКонтакте и в Фейсбуке. А также пролистывайте Инстаграм телеканала Russian Music Box. С вами был Арсен Кипера. Будьте всегда на стороне оптимизма и чаще делайте добрые дела. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok